Привет, с вами Фёдор и канал Криптокса. Сегодня мы с вами тестируем видеокарту GTX 1660 Super. У меня видеокарта от Гигабайта с двумя вентиляторами. У неё всего один 8-пиновый разъём дополнительного питания. А также сзади видеокарты есть пластиковый бэкплейт. За лотерейными билетами мне бежать пока точно не стоит, потому что я напоролся на видеопамять производства Micron. Это не так уж и плохо, но с Samsung результаты были бы намного лучше. Что ж, давайте посмотрим вообще на эти результаты. Но сперва в стоке. Алгоритм Dagger Hashimoto монета Ethereum 26,6 МХ в секунду 64 рубля в день 113 Вт энергопотребления. Алгоритм Kaupo монета Ravencoin 14 МХ в секунду 51 рубль в день и 125 Вт энергопотребления. Алгоритм Kukarus 29 монета Green 2,7 хэша в секунду 46 рублей в день 130 Вт. Алгоритм Beam Hash 3 монета Beam 14,4 хэша в секунду 42 рубля в день 125 Вт. На всякий случай напоминаю, что энергопотребление и хэшрейт это величины постоянные. Они не меняются с течением времени. А вот доходность меняется не то чтобы каждый день, а по несколько раз в день. И в этом видео все цифры справедливы на 30 сентября 2020 года. Давайте посмотрим на что видеокарта способна в разгоне. Для монеты Ethereum оптимальные настройки это 60% power limit и плюс 750 МГц по памяти. Это самый максимум на котором стабильно работает моя видеокарта. У вас могут быть немного другие цифры. И на таких настройках получается 30 МХ в секунду, 72 рубля в день и 75 Вт энергопотребления. Любые манипуляции с видеоядром, будь то в плюс или в минус, не имеют вообще никакого смысла. Хэшрейт не меняется. Если бы попалась видеопамять от Самсунга, она бы погналась еще дальше. И я бы выжил из нее где-то 32,5 МГц в секунду. Ну а если бы попался Hunix, я бы сделал наоборот очень удивительную вещь. Я бы поставил минус 502 МГц по памяти и получил бы 31-32 МГц в секунду. Выходит, что конкретно для 1660 Super память от Микрона это самый неудачный выбор. Далее по плану у нас монета Ravencoin. Для нее я подобрал целых два варианта разгона. Оба включают в себя плюс 750 МГц по памяти и плюс 150 МГц по ядру. Но разные power limit. 90% и 60%. На 90% power limit получается 14,1 МГц в секунду, 52 рубля в день и 112 Вт энергопотребления. То есть хэшрейт на 0,1 больше чем в стоке, а энергопотребление меньше. Отличный результат. А на 60% power limit хэшрейт падает до 11,2 МГц в секунду. Мы получаем 42 рубля в день и 75 Вт энергопотребления. В принципе такие настройки тоже заслуживают внимания, особенно если у вас дорогое электричество или вы ограничены по максимальной мощности розетки. Монеты Beam и Green я протестировал на таких же настройках. Плюс 150 по ядру, плюс 750 по памяти и 60% power limit. На грине получаем 2,59 хэша в секунду, 45 рублей в день, 75 Вт. На Beam 14 хэшей в секунду, 42 рубля в день и 75 Вт. На обеих этих монетах хэшрейт упал совершенно незначительно, а вот энергопотребление мы снизили на 50 Вт. Очень здорово. 1660 Super это экономичная, достаточно мощная и относительно недорогая видеокарта. Идеальный кандидат для того, чтобы собрать из нее целую ферму. И я именно так и сделал. У меня есть сразу три разных GTX 1660 Super. Все три от Гигабайта, все три с памятью от Micron, но только одна с одним вентилятором, вторая с двумя вентиляторами, а третья с тремя вентиляторами. И в одном из следующих видео мы с вами подробно разберемся, стоит ли переплачивать за трехвентиляторную, двухвентиляторную и вообще насколько хороша или плоха одновентиляторная версия. Подписывайтесь на канал и долбите в колокольчик, чтобы не пропустить это видео. И также в одном из следующих видео мы с вами сравним две версии 1660 Super и TI. Пишите свое мнение о Super в комментариях, а также заглядывайте в описание и скачивайте Cryptex по ссылочке оттуда. Потому что тот, кто не майнит, тот не зарабатывает деньги, у того компьютер простаивает и вообще все очень плохо. Поэтому майните, господа, зарабатывайте и пусть все будет отлично. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok